добрый день вы на канале модные практики сегодня с вами светлана и хотела сказать о том что эта неделя у нас памятная все наверное наши старые подписчики знают что ровно год назад не стала нашей вдохновительницы основательницы нашего модного дома и модных практик ирины михайловны и мы всю эту неделю хотим посвятить ее памяти ирины михайловны с нами нет но она много оставила достаточно много оставила проектов задумок разных последнее что она хотела она хотела сменить свой гардероб на более такие яркие вещи то есть ее гардероб был более классический повседневный такой лаконичный но когда мы с ней разговаривали последний раз она сказала что вот не хочу больше ничего простого хочу что-то такое необычное яркое нарядное и намерена сменить все свои простые вещи на более нарядные и последнее видео с ней было о том что мы обсуждали начало нового ее гардероба она подошла вот с этой тканью ко мне и сказала что я хочу жакетик очень красивый чтобы в нем было много жемчуга но почему-то видимо так вот она себе представила чтобы много было жемчуга и чтобы ну в общем что-то было необычное должно было быть что-то необычное было предложено ей вот эта модель почему вот это потому что ну как человек хотел много жемчуга так мы его и нашли вот обратите внимание пожалуйста ну кто помнит кто уже может быть кто кто-то новый уже присоединился к модным практикам ну вот хотела бы обратить внимание вот на этот жакетик здесь конечно девушка как всегда модельная да но тем не менее смотрите почему мы остановились с иринами халами мы обсуждали этот момент что здесь тоже клетка предлагается да и почему красиво клетка будет лежать на полочке и на спинке клетка идет вертикальная горизонтальная и когда она уходит в цель накройный рукав здесь у нас цель накройный рукав любимая модель ирины михайловны цель накройный рукав с подкройным бочком здесь сейчас еще обсудим технический рисунок чтобы их клетку немного смягчить чтобы она не была такая прям такая строгая она уходит в косую нить и соответственно и рисунок на рукаве становится таким косым ну а косые линии они всегда мягче и такие ну по крайней мере для меня это приятнее для глаза на что можно еще обратить в этой модели внимание здесь конечно смотрите не знаю хотела бы и ремехал на такой воротник или нет вот такой он необычный такой модельный воротник глубокий такой вырез изнанка воротника она получается что на выходит на лицо здесь вот что-то отстроченная что здесь еще необычного здесь необычная хотя это модель шанель модный дом шанель он предлагает вот так в таком в таком виде мы видим здесь карманы в рамку что очень редко для них это бывает в основном они конечно используют в своих моделях накладные карманы но здесь мы видим в рамку что интересного еще здесь приточной манжет и приточной пояс создается впечатление что как будто бы похоже это на бомбер но конечно же это не бомбер но вот если рассматривать еще один жакетик в этой коллекции да мы видим что здесь тоже та же самая клетка вот она но стиль уже поменялся здесь уже клапаны можно сказать что здесь такой ну присутствует даже стиль сафари воротник стойка такая вариантов у клетки очень много выбор богат но мы начнем с простого обычного классического жакетика с цельнокроеным рукавом и подкройным бочком какой у нас будет декор и как мы его будем располагать это конечно будет решаться все после того когда будет примерка поэтому давайте сейчас перейдем к моделированию я вчера очень подробно просмотрела урок моделирования ирины михайловны постаралась почерпнуть все эти знания которые она дает не только вам но конечно же и нам давала и постараюсь правильно вам объяснить как я поняла и как у меня получится приступаем к моделированию ну вот я вам обещала технический рисунок показать да и вот здесь четко хорошо видно да как у нас клетка превращается из горизонтально вертикальной клетки вот она у нас уходит в косую если допустим немножко забежать вперед то у нас косая может быть и юбка примеру если это будет костюм то юбку можно сделать по косой и тогда и тогда будет очень красивое сочетание косой рукав и косая юбка либо мы можем сделать косые накладные карманы либо мы можем сделать косой подкрайной бачок то есть чтобы он чтобы он поддерживал рукав либо мы можем сделать это тоже либо можно сделать отрезной вот здесь сделать подрезик здесь у нас может быть долевая и поперечная вернее вертикальная горизонтальная клетка а вот эта часть нижняя часть жакетика она тоже может быть косой ну в общем это просто как я вам рассказала как варианты вот так большой очень спектр действий с клеткой ну и давайте перейдем сейчас моделирование и что же я вчера услышала на уроке у ирины михайловны у нее конечно был жакетик закругленным видео которое я смотрел она была закругленным бортом у нас будет здесь прямой борт с чего она начинает как обычно как обычно мы начинаем с чего сантиметр убираем по горловине полтора сантиметра мы занижаем линию проемы для свободы снимаем с горловины занижаем пройму это уже все выучили наизусть и мы и скорее всего вы занижаем пройму для того чтобы у нас был более свободный рукав соответственно открываем немножко срезаем с ростка потому что это все таки считается верхней одеждой до жакет он может носиться как на топ так и на блузу ну и что ирина михайловна как сказала она сказала что перевожу вытачку в горловину потому что косая вытачка меня больше украсит чем вытачка плечевая и это действительно так косые вытачки вернее вытачки плечевые переведенные в горловину они всегда смотрятся более мягче плавно ну и соответственно если вытачка останется здесь плечевом шве то она может поломать клетку и будет не совсем красиво ну и соответственно задний шов вернее шов по центру спины он у нас всегда притален и потому что у нас линия на теле все с изгибом поэтому мы будем приталивать это у нас линия центра переда центр переда я вырезала лекала уже с готовым полузаносом линия полузаносом я оставила два сантиметра не знаю будут ли у нас здесь пуговицы если у нас будут пуговицы то у меня есть место для пуговиц если у нас будет молния здесь как например вот на этой модели здесь молния видите значит эту линию полузаноса просто мы срежем и все в принципе здесь небольшие изменения как ирина михайловна говорит небольшие из подгар небольшая такая подготовка к цель накроем рукаву теперь мы будем работать с рукавом рукав мы готовим как на реглан это говорит о том что мы от точки от верхней точки оката рукава примерно снимаем де восемь девять сантиметров но девять вот так девять и здесь где-то один и два сложили рукав пополам и срезаем вот такой вогнутой линией или михайловна конечно делает все на глаз я не привыкла так делать у меня не получается точнее и вот в этом месте мы полтора сантиметра вернее 1 и 2 срезаем вот такой получился у нас треугольничек он нам не понадобится мы его выбрасываем разрезаем рукав по середине вот эта меточка это передние руку передняя часть рукава и заднюю и теперь важный момент ориентируемся примерно от в линии плеча где-то примерно вот три сантиметра от крайней точки плеча вниз опускаемся примерно три сантиметра и вот таким образом прикладываем рукав чтобы у на он у нас и вверх и вниз расходился примерно на одном расстоянии это я все повторяю чтобы он у нас не был не вот так то есть вот это вместо такое пустое да много пустоты не вот так заваленный вот так примерно красивенько одинаково приклеиваем так и теперь мы работаем уже с бачком почему мы не могли отрезать начале вернее нарисовать под крайной бачок до того как мы приклеили рукав почему потому что мы должны увидеть сейчас как у нас проходит вот нижняя часть рукава если бы мы на глаз срезали подкрайной бачок например вот так как обычно мы привыкли мы примерно срезаем вот так обычно подкрайной бачок да если бы мы так срезали вот тогда А у нас часть рукава выходит вот аж, представьте, на 3 сантиметра он заходит от привычного бачка подкройного. Соответственно, у нас цельнокроенный рукав. Мы его уже никак не можем повернуть в другую сторону или отклонить как-то. Поэтому нам обязательно важна вот эта точка, которая проходит вот в этом месте. И причем необходимо нам еще, чтобы было расстояние между краем рукава и подкройным бачком, хотя бы полтора сантиметра. Потому что, когда мы будем выкраивать, у нас должно быть место для припуска на шов. Соответственно, вот эта точка у нас должна проходить. Вернее, часть подкройного бачка должна проходить вот в этой точке. Ну и еще мы обращаем внимание вот на эту точку. Смотрите, где у нас пересечение оката рукава и пересечение линии проймы. Вот с этого места мы всегда ведем линию подкройного бачка. Представьте, какая она получается такая прям крутая. Итак, вот у нас эта точка, через которую мы должны провести линию подкройного бачка. Вот она. Но она может быть, конечно, чуть-чуть смещена вот сюда, чтобы сделать ее более такую плавную, чтобы она не была такой крутой. Ну, например, на 0,5. Ну, совсем останется мало места для шва. Высыпется все. Нет, пусть остается вот в этом месте. Я здесь к этой точке провожу перпендикуляр. Почему? Потому что потом мне будет проще тоже его вести. Он же у нас должен быть подкройной бачок. Такой тоже плавный, с учетом того, что эту выточку мы игнорируем полностью. А эту выточку мы смещаем вот на это место. На этот перпендикуляр. Поэтому сейчас я проведу вот такую линию. Вот она. И теперь надо провести красивую линию с одной стороны и с другой стороны. Здесь выточка 2,5. Ну, нет, пускай уже будет 2 выточка. Если что, потом мы где-то еще ее заберем. Вот так. Ну и, соответственно, вниз опускаемся на уровень линии бедер. Вот сюда примерно. И что мы здесь видим? Ну, такой довольно-таки так себе бачок. Но мы можем, знаете, что сделать? Мы можем сделать... Сейчас я проверю. Мне кажется, вот это расстояние больше, чем линия проймы. Вот, раз, два. Нет, одинаковая совершенно одинаковая. Значит, мы уже ничего не можем сделать. Отрезаем мы подкройной бачок. Честно говоря, такой рукав цельнокройный я строила всего лишь один раз. И то в тишине там у себя на столе тихо-тихо сам с собой. А теперь мне нужно это сделать на камеру и еще и проговорить, еще и правильно объяснить. Так, подкройной наш бачок. Можно здесь, что сделать сразу? Можно здесь... Нет уж здесь очень крутые бедра. Не буду я ничего пока делать. Пусть он так и останется. Теперь мы переносим выточку. Не такую косую мы делаем выточку. Так, чуть-чуть, слегка. Вот так, чуть-чуть, слегка. Задали мне урок на сегодня. Надеюсь, что я с ним справлюсь. Ну, смотрите, какая была бы выточка большая, да? А часть осталась совсем маленькая, аккуратная. Очень надеюсь, что у меня все получится. Что посадка по плечу будет то, что нужно. Так, теперь я срежу вот это лишнее. Ну и, собственно говоря... Смотрим. Смотрим. Ну, нормально. Пройдет. Пройдет. Таким же образом мы делаем спиночку. Примерно 3 сантиметра от верхней точки плеча. Ну, вот так. Я помню, когда я первый раз строила реглан. Вот по этому принципу. Ой, мама дорогая. Что-то я не уловила. Ирина Михайловна объясняла. Я что-то не уловила. Сделала его как-то... Как-то, в общем, вот, наверное, вот так. Вот так, наверное, я его сделала. Вот это расстояние было очень большое. И когда стали делать примерку, ну, соответственно, да, вот это плечо лысое оказалось. То есть не было здесь такого места, чтобы туда вошло плечо. Ну, в общем, пришлось покупать ткань и все это перекраивать изначально. Сначала. Поэтому я запомнила на всю жизнь, что вот так плечо поднимать нельзя. Обязательно оно должно быть примерно вот это место, где расходится, вот эта точка сопряжения, она расходится. Она примерно должна быть одинаковой. Тогда наше плечо хорошо, красиво входит вот в эту линию, попадает. Так, и здесь то же самое, да, мы видим. Здесь мы видим то же самое. Так, еще раз проверю. И опять. Вот эта точка у нас, да, вот она у нас точка. Соответственно, от нее мы отступаем, ну, примерно, примерно полтора сантиметра и проводим линию подкрайного бачка. Провожу перпендикуляр для того, чтобы от него отклониться вправо и влево, ну, под по сантиметру. Остальное приталивать будем на примерке. Вот. Так, а теперь нужно красивую линию провести. Красивую линию провести. Это одна. Вторая. Правая часть выточки. Ну, вот так. Что видно? Видно, что здесь совсем у нас получился маленький-маленький бочок, да? Маленький-маленький. А этот прям такой хорошенький, большой. Можно, конечно, часть, часть. Возможно, я его на раскрое перенесу. Буду смотреть, что получится у нас с клеткой, как клетка ляжет. И если что, если вдруг как-то некрасиво клетка ляжет, я могу частично выточку перенести, ой, вернее, боковой шов перенести вот хотя бы вот на столько. Ну, это я сделаю на при раскрое. все. Вырезаю вытачку. Возможно, я так и не буду глубоко, потому что глубоко так заглублять выточку. Может быть, она у меня будет какая-то совсем маленькая. Опять же, при раскрое мы обычно обращаем на это внимание, особенно, когда у нас клетка. Клетка всегда по-разному ложится. И я имею в виду, что размер клетки всегда разный. и уже мы на месте. Лекала вот у нас есть. И мы на месте принимаем решение, насколько глубоко нужно выточку. Или наоборот, глубже забрать, или наоборот, ее сделать такую маленькую. Или либо где-то в другом месте сделать еще дополнительную одну выточку. Ну что, вот наши лекала перед нами получились. Хочу сказать, что цель нашего сегодняшнего видео не показать вам что-то новое, что-то там вот такое необычное. Цель нашего сегодняшнего видео это начать тот проект, который начался ровно год тому назад. Мы очень надеемся, что благодаря вашей поддержке у нас все получится. Вы, наверное, помните, когда мы с Ириной Михайловной прикладывали декор, и кто-то написал, что вот Ирина Михайловна положила вот на ту линию, а я положила вот на эту линию. И та линия, на которую приложила Ирина Михайловна, она более выигрышная. Поэтому я думаю, что мы дадим вам возможность поучаствовать в декоре, в обсуждениях. Пожалуйста, пишите, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами была Светлана. Всего вам хорошего.